Коррупция признана одной из системных угроз национальной безопасности страны. В Чувашии проводится эффективная работа по реализации национального плана по противодействию коррупции. Решением полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича, наша республика определена пилотным регионом по отработке антикоррупционных мероприятий. О ходе реализации совместного плана говорилось на очередном заседании Республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Количество коррупционных правонарушений, допускаемых государственными и муниципальными служащими, пока не снижается. Чаще всего чиновники предоставляют недостоверные сведения о доходах и имуществе. Встречаются также факты незаконного распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Допускаются ошибки и нарушения федерального законодательства при издании нормативных правовых актов. Две трети от общего количества коррупционных правонарушений допустили должностные лица исполнительных органов местного самоуправления. Сотрудники Республиканской прокуратуры выявили более 400 правонарушений в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Бюджетные средства оплачивались за непроведенную работу. Допускались факты незаконного ограничения количества участников закупок. То есть создавались заведомые преференции. На сегодняшний день отдельные государственные заказчики уже в досудебном порядке взыскивают неустойки с нерадивых исполнителей контрактов. Остаются неоплаченными 10,5 миллионов рублей. Из них 70% в бюджет возвратить возможно. Остаются 30%. 30% тоже есть вероятность возвращения бюджета. Но здесь необходимо, это по трем ведомствам, это Минздрав, Минобразование, Минкультура, необходимо работу провести по взысканию. Потому что, то есть, вот эти 30% они ложатся на эти три органа, и они работают, ведут себя неудовлетворительно сегодня. Кроме того, есть иски, предъявленные должникам и в судебном порядке. В целом существует вероятность невозврата в бюджет порядка 40 миллионов рублей. Глава Чувашей дал указание Минфину и Минэкономразвития подготовить и обнародовать список недобросовестных партнеров. И отслеживать динамику возврата бюджетных средств. Задача наша, где какие ошибки, где какие недоработки, комплексно оценивая, признавать и принимать соответствующие нормативно-правовые акты. Для того, чтобы этих нарушений вообще не было. На заседании также были рассмотрены вопросы организации работы по противодействию коррупции в администрациях Мариинско-Пасадского района и города Новочебоксарск. Радион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика.